Вспоминая будущее Виктор Аркадьевич, как вы узнали об августовском путче 1991 года? Виктор Аркадьевич, как вы узнали об августе 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 Виктор Аркадьевич, как вы сказали об августе Я просто знаю, это мои личные друзья, что это было из благих намерений. Я имею в виду покойных Шенина, Вареникова Валентина Ивановича, Стародубцева. Второе, подтвердилось то, что лечение социализма капитализмом не могло принести народу счастье. А сама КПСС этого удара не могла выдержать. И это мы и наблюдали. И по большому счету, Союз развалил курс на рынок. Потому что Союз вообще как образование держался на основе того единства, которое называется властью трудящихся. И советская власть, если она советская, должна быть построена по принципу того, что те, кто производят и определяют судьбы страны. И между собой они держатся в интернациональном братстве и прочее, прочее. Пришли к власти рыночники, собственники, и они делят места под лотки на рынке. И между собой выясняют отношения, разделяют для того, чтобы властвовать. Поэтому мы предупреждали, что это закончится таким печальным для народа итогом. Все это вылилось в серию гражданских войн. В одном Таджикистане на 5 миллионов населения 100 тысяч людей положили, понимаешь, в войне с исламистами тогда, когда засветский 40 государств. Ну, я уж не говорю, там, Чечня, Абхазия, Приднестровье, Осетия. Да, это, вся эта серия, это результат того, к чему шли. То есть, это результат распада Советского Союза? Это результат капитализации страны. Вот и все. Капитализм, это война. Вот он принес. Не надо думать, что это какие-то личности или что-то. Это курс на капитализм. А как вы считаете, сейчас по России, Российской Федерации, угрожает распад? Конечно. По типу того, как это случилось? Конечно. Может быть, несколько меньше, чем было какое-то время назад, но угрожает. Почему? Потому что, во-первых, Россия в современном мире, цивилизованных, рыночных и так далее, на мировом рынке, она никому в сильном состоянии не нужна. Во-вторых, потому что Россия с ее огромными пространствами и богатствами является вообще-то лаковым куском. И никто соображение совести на мировом рынке расчет никогда не брал и брать не будет. Это два. И, наконец, третье. Вот то, что раньше являлось скрепами Советского Союза, братства народов через единство трудящихся. Потому что трудовые слои всех национальностей, верования и прочее, они, когда власть соответствующим образом построена, держатся вместе. И можно на этом фундаменте развиваться и строить дальше. А сегодня, при рыночных, так называемых, отношениях буржуазной демократии, то есть на власти денег, на капиталы, там всегда есть трещины, которые можно использовать, раскачивать. Всегда есть внутренние противоречия, которые ведут к потенциальной возможности распада. А если это еще как следует подогревать и управлять извне, то эти опасности, они вполне реальны. А с вашей точки зрения, руководство страны понимает эти угрозы? Ну, конечно, понимает. Только они и понимают, и противостоят. Только они противостоят, ну, как бы сказать, по-своему, со своей колокольни. Они ведь патриоты, но патриоты буржуазные. Они патриоты такие, что мы вот эти богатства, нефть, газ, лес, эту трубу, которая идет на Запад, способны сами эксплуатировать. Не надо. Вот мы, вы помните, даже одно время употреблял такой термин, как энергетическая империя Россия, да? Что вот мы, так сказать, этим отличаемся и будем. Ну, и что? Это только знает одно, что мы будем обслуживать так называемые цивилизованные Запады своим сырьем, своей энергией. А собственное развитие, собственное благополучие где? Поэтому мы, конечно, являемся, по большому счету, противниками этой власти. Я бы сказал, даже не власти персонально, а системе. А что нужно делать для того, чтобы противостоять и предотвратить распад Российской Федерации? Не буду оригинальным. Скажу, что прежде всего, вот мы считаем, что нужно развивать активность самих людей, в том числе политическую активность. Если люди поймут, что борьбой, собственной борьбой можно влиять на развитие событий судеб, то они этой борьбой помогут не только сохранить единство Российской Федерации, но, возможно, изменить и политический строй, и экономическую систему. Совершили ошибку, ну, люди также имеют право свои ошибки и поправлять. Поэтому я думаю, что возврат на курс социализма – это единственная вообще перспектива не только для России, а для всего мира в сегодняшних условиях. А как при этом быть с прежними коммунистическими установками о диктатуре пролетариата в сегодняшнее время? Диктатура пролетариата – это, во-первых, функция подавления, сопротивления класса эксплуататоров. Если оно будет, а большинство народу будет считать, что надо идти против социализма, то эту функцию, конечно, необходимо выполнять. А вторая функция диктатуры пролетариата – это созидательная работа власти трудящихся. Чтобы развитие строительства внутри России совершалось не для избранных, не для отдельных категорий. Чтобы не собак на самолете возили там на выставке, а чтобы все имели возможность развиваться. Чтобы весь народ жил лучше, и прежде всего те, кто своим трудом создает материальные, духовные, интеллектуальные блага. Вот о чем идет речь. Поэтому диктатура пролетариата – это слово страшное, но пугать-то им не надо. Это не обязательно пих-пахой, там, матрос с винтовкой. Это управление в интересах кого? Вот если в интересах трудящегося большинства, это диктатура пролетариата. А сегодня тоже диктатура. Только диктатура буржуазии и капитала. Сегодня диктатура, самая настоящая. И результаты тоже видны. Спасибо большое. С вами был Виктор Тюлькин. Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.